Вернемся к ситуации, когда прямая проходит даже через два часа, а именно, резко забываем про глинациональности, и разберем, каким же образом наша задача решается для случая, когда у нас периодическое слово, и что там делать, да? То есть в прошлый раз, вы помните, мы выписывали длинные месяцев года, мы выписывали белые-черные клавиши, да? И у нас была сформулирована теорема, которую мы тогда не доказали, о том, что для любого количества букв В и букв Г, существует единственное периодическое слово, которое равномерное. Давайте поймем, что на самом деле суждение, которое здесь было сначала, и эту задачу тоже решает. Ее можно решить по-другому, придумавший ее Максим Концевич, и решал ее без геометрии этих идей. Но сейчас давайте посмотрим, дано, дано N букв В и К букв В. Существует и единственное, существует и единственное с точностью до поворота окружности, с точностью до поворота, равномерное отложение этих N плюс K букв, другими словами, существует и единственное с точностью до поворота окружности. с точностью до поворота окружности. С точностью до поворота окружности. Ну, когда мы читаем, мы с вами сами все это вместо того, с точностью до поворота окружности. Периодическое с периодом долгян и плюс K, равномерная бесконечная сторона, просто по окружности и вдоль прямой периодическая, это одно и то же, равномерная бесконечная сторона, в периоде которого НУФВ и КУФВ легче всего доказать существование. Из науки, которую мы с вами делали, существование следует просто мгновенно. Более того, в прошлый раз я вам это показал. Правда, на примере 7,5, но вообще-то было очевидно, что это и всегда так. Не понимаете? Прямоугольник какого размера? Прямоугольник размера Н на К. Мы рисуем прямоугольник. Конечно, мы рисуем диагональ, но чтобы не проходило через кузов, проводим чуть-чуть выше. Тогда вот эта прямая уже не пройдет ни через какой кузов. Согласны? Так, теперь вопрос. Сколько горизонтальных прямых? Ну, на самом деле, столько, какова длина. Если мы будем мышь не учитывать, я верю, что мы не учитываем. Значит, букв Г у нас там было К. Значит, вот эта длина должна быть К клеточек. А здесь, соответственно, Н клеточек. Вот это все. У нас есть теорема о том, что, когда пробуешь прямую, не проходящую через узлы, то буквы В и Г образуют равномерное слово. Так? Так. Все вот оно вот. И понятно, что здесь ровно нужное количество букв В и ровно нужное количество букв В. Теперь давайте разбираться о единстве. Представьте себе, что мы взяли какое-то бесконечное, периодическое, периодическое слово. Что мы тогда будем делать? Понятно, что? Мы возьмем большой, но конечный кусок этого периодического слова. Скажем, что это равномерный кусок, так? И только что доказанные теории, помните, там Сея Михайлович, построим прямую. Понятно? А потом кусок удлиним. И что произойдет с прямой? Она чуть-чуть шелохнется. А потом еще раз удлиним. И она что будет делать? Какой у нее будет в пределе угловой коэффициент? Не понимаете? Угловой коэффициент определяет отношение количества пересекаемых горизонтали и вертикали. Если вы проводите вот так вот, то вы будете меньше пересекать вертикали и больше пересекать горизонтали. Если вы проводите вот так, то наоборот, будете пересекать много горизонтали и мало вертикали. Понимаете? Если у вас в слове фиксировано на каждом периоде, что N в V и K в G, то значит угловой коэффициент будет стремиться вот к этому числу, к числу K разделить на N. Понятно? А теперь внимание, а слово-то у вас периодическое. Поэтому это, конечно, он молодец, что стремится. Но вы подождете, пока он достаточно близок станет и скажете, что картинка фактически не отличается от тебя. Понятно? Да, единственное, я здесь сказал близко-близко, а, собственно говоря, почему, может быть, он здесь вот пересекает наш отрезок, но пересекает его вот не близко, а вот здесь. Ответ. А у нас же можно сдвинуть начало координаты. Понимаете, да? В следующую клеточку, а потом в следующую. Итак, мы без таких отрезков пойдем в самый маленький. И от такого места будем считать и скажем, что это и есть близко-близко. Все. Единственность доказана. То есть, заметьте, оказывается, что и для конечных чисел тоже та геометрическая идея абсолютно, абсолютно все объясняет.